Вкусно ли, да? Вкусно ли, да? Вкусно? Вкусно? Ребят, всем привет! С вами, как всегда, Юлия Баталова. И сегодня, после садика, мы решили посидеть немножко в парке. Дети кушают мороженое, а я как раз с вами поговорю. Сегодня, наконец-то, у меня руки дошли до крема своего, которого я заказала, который я заказала в Атоме. Вот, сегодня нанесла, и прям такой аромат стоит, и лицо такое прям, ну, прям приятно. Косметики никакой нету, кроме крема на лице. Вот. Что я хотела рассказать вам. Кстати, скоро у нас приезжает третий наш сыночек, старшенький, Рузаль. Третий? Да, да. А какой? А как у тебя брата зовут? Как ты его брата зовут? Рузаль, да? Рузаль, да? Так что я планирую поехать его встретить, он один прилетает, и, скорее всего, я поеду в Аланию, потому что он прилетает ночью. А, получается, трансфер приезжает, выезжает только до Алании, дальше до Газипаши он не едет. Так что будет обзор отеля, я сняла отель на нас двоих. И я вам как раз покажу отель, где можно переночевать недорого, где можно, допустим, пожить, если вы приезжаете покупать квартиру, либо по каким-то делам, чтобы не было это очень сильно затратно. То есть, если вы сами приезжаете, платите за билет на самолет, а где-то нужно переночевать, перекантоваться. Как раз это Апар-Таты в Махмутларе, в Алании. И, дай бог, ночью я его встречу, на следующий день приедем сюда, и пошу обратно. Немножко с вами прогуляюсь. Сегодня просто обычный выпуск. Поговорим о том, о сём. Можешь сказать, ни о чём. Просто решила с вами вместе прогуляться по парку. Погода в Турции всё ещё стоит такая, средняя. Даже вот сегодня у меня сын скидывал, у них там по градусам показывает больше, чем у нас, около 30 градусов. У нас, наверное, как я и говорила, 25 градусов в тенёчке, самый пик в обед. Сейчас уже где-то, наверное, 23 градуса. Очень, как сказать, хорошо, приятно на улице. Ни жарко и ни холодно, ни ветрено, ни сухо. То есть воздух очень такой приятный. Кстати, у нас тут утки плавают, смотрите. А здесь у нас играют в теннис. Очень много, кстати, очень много детей на улице, очень много русских. Вот здесь вот в парке даже вижу там вот русские с детьми. Вот возле дерева тоже вот русские с детьми играют в мячик. То есть, если честно, вот раньше, ну, первое время здесь такого не... В прошлом году уж такого не было. Здесь вообще было удивительно встретить русских. Уточка прямо за нами плывёт. Такая вот красота. Целыми днями работаем, целый день за компьютером. Глаза устают. И вот так вот вечером выходишь на прогулку, прям отдыхают глаза. И вот такая красота. Пошла обратно к детям. Знаете, сейчас вот летом нас удивили очень сильно. Оказывается, начинается в садиках лагерь. И лагерь, он намного дороже, чем обычная плата. на детский садик. Почти в двое раз дороже. То есть, если мы платили за двоих вот 3100 лир, сейчас за одного ребёнка сказали... То есть, за двоих будет 7400. Вот так вот. Как я и сказала, за садик будет за двоих 7400. И нас эта цена не устраивает. То есть, июнь мы ещё походим, в июне ещё остаётся такая же цена, а уже июль-август будет дороже. Поэтому мы хотим перевезти детей в государственный садик. Он находится тоже недалеко от нас. Чуть-чуть дальше, допустим, если до нашего садика 150 метров, здесь государственный же он где-то 300 метров, вдвое дальше. Но это тоже недалеко, в принципе. Дети у нас уже большие, как бы, и мы можем дойти пешочком спокойно до садика. Там вообще намного дешевле, нам сказали. Там что-то около, наверное, тысячи лир, может быть, немного дороже, может, даже дешевле, я не знаю точно. Ну, вот в районе тысячи лир на одного ребёнка. Это намного, конечно же, дешевле. Вот. так что вот такие вот на сегодня новости у меня. Пишите, ребят, комментарии. Спасибо всем за просмотры. Сегодня небольшой будет ролик, так как сегодня вообще не было времени, целый день работала, не было времени даже что-то поснимать для вас. Вот. хотя очень много хочется сделать обзоров всяких. Чуть не забыла, хотела сказать по поводу выборов. Выборы, к сожалению, пока ещё не завершены, то есть не выбрали ещё конкретного кандидата, и поэтому выборы повторно будут 28 мая. Посмотрим, кто у нас станет новым президентом. Любовым президентом мы будем рады. Вот. Иди поближе. Поближе, повыше. Дочка ко мне прибежала. На этой прекрасной ноте буду заканчивать своё видео. Всем желаю счастья, здоровья, любви, радости, побольше веселья, побольше денег вам. Подписывайтесь ещё те, кто не подписался на мой канал. Всех люблю, всех целую. Самое главное, всем желаю мира над головой, мирного неба. Всем пока-пока. Пока.